Зачем ты сделала нос? Ты стала вся такая искусственная Динара была келинкой Вы просто вдумайтесь, просто вдумайтесь Мало кто знает, но я прям была дикая фанатка один И вот прям уф У вас был случай, когда писали про вашу поездку в Дубай И это был, в общем, такой жуткий скандал Все, сразу же у меня был папик, вот сходу у меня был папик Какие отношения с Димашем? Ох, я так и знала, что вот кто-то спросит этот вопрос Всем привет, сегодня героиня Art U Динара Рахимбаева Всем известна как казахстанская барби, но так уж вышла Динара Мне кажется, очень избитая, конечно, уже такое понятие Ну, это прям супер избитая, настолько избитая, что я вообще никак не реагирую на это Вот просто говорить, типа казахстанская барби, я такая, типа это я, вот и все А тебе же это помогло стать узнаваемой, да? Ты как к этому относишься? Ну, как уж я отношусь, когда это только что вот произошло Я вот не знаю, я где-то уже об этом говорила, может быть и не говорила, я не знаю Когда это все только произошло, я сразу закрыла инстаграм, я там сидела, плакала Я думала, почему я, вот за что и так далее Потому что, ну, люди у нас не самые добрые, да? Они же сразу там начинали, фу, какая ты страшная, да у тебя там папик, ау Я не знаю, все просто писали, все И тогда это был вот для меня шок, это был для меня такой дикий шок Потому что у меня там не было какой-то прям массы людей в инстаграме, которые там меня активно комментили, там смотрели и так далее Ну, было какое-то количество подписчиков, но прям такого фидбэка не было И вот когда первый раз был прям дикий такой фидбэк, и он был негативный на процентов 90 Это было прям очень для меня сложно Я, когда я вот сидела, открыла свой инстаграм, свою новую фотку, а там было там селфи Блин, я не знаю, такое дурацкое слово, но по-другому не скажешь, блин Вот, и все, и там вот все пишут, какой ужас, фу, лоб, что-то еще, и пишут, и пишут Я просто сижу, и у меня вот перед занятиями, я сижу, завтракаю, и у меня ничего не лезет Я начинаю плакать, меня тошнит Вот это была первая моя реакция была Вот, а сейчас я вообще наоборот благодарна той девушке, которая обо мне тогда написала Что типа там она казахстанская барби, все дела Потому что на самом деле, все, что не происходит, все к лучшему, я к этому так отношусь Я не знаю, были бы это негативные моменты или позитивные Ну, разные бывают в жизни, да, но я все моменты благодарна Потому что если бы они, они, я бы не была бы той, кем являюсь, я была бы сейчас Вот, поэтому спасибо Я, честно, до сих пор не знаю, кто это сделал Вот самая первая статья, от кого пошла Я знаю, что это началось в Фейсбуке Вот, но я так и не знаю, кто это сделал Но все равно спасибо Вот С хейтерами сейчас ты как общаешься? Ты их блокируешь или ты уже не замечаешь? Ой, ну знаете, есть люди вот прям с таким резким настроем Что вот что бы ты ему ни говорил, вот у него не поменяется мнение Вот, вот никак не поменяется Вот если вот человек привык видеть плохое, вот, ну, ну, тут не заметит ничего хорошего Поэтому если там вот прям резко негативный комментарий А я не хочу, чтобы вот какие-то последующие комментарии у меня такие вот появлялись, да Но и при этом я ему ничего отвечать не хочу, потому что я знаю, что это еще там вот хуже все пойдет И поэтому я просто там блокирую и все А так я самый, мне кажется, саркастичный человек вообще, мне кажется, на просторах инстаграма И поэтому я всегда сарказмом отвечаю, вот, всегда сарказмом Вот Меня не остановить, если вот у меня все получилось, все, вот, меня не остановить Я иногда думаю, все, остановись, и не могу остановиться Но это помогает Потому что вот ты ответишь, а ему уже ответить нечего, и поэтому думаешь А как ты сейчас используешь свою известность? Ну, то есть, как ты это монтизируешь? Ну, я не прям много рекламы даю в инстаграме Вообще, в принципе Я вообще не расцениваю себя как блогера Как барби, если это вообще отдельно существует Как профессия или что? Я себя вообще не расцениваю никак Просто, да, у меня есть там какой-то блог Который привлекает какое-то количество людей Но при этом я не расцениваю себя как блогера Ну, просто, да, вот у меня есть там страница Если кому-то интересно, кто-то на меня смотрит Но, нет, я не снимаю там никаких ни вайнов, ни мейкап-туториалов Ничего-ничего-ничего Просто я загружаю фотографии Пишу там какой-то пост, да, если там у меня есть какая-то мысль на данный момент И все, люди на меня подписываются Тем, кому интересно за мной следить Я не знаю, там внешне или там за мыслями Вот И я еще очень-очень рада, что я не купила ни одного подписчика Ни одного Просто вот есть многие блоги, которые ты смотришь Там, не знаю, два года стоял на одной отметке А потом бац, и 500 тысяч, ты думаешь Окей А, то, что гивы, да? Ну, наверное, гивы, вот Но я ни разу не участвовала в гивах Там как спонсор, там типа подпишись на меня и так далее Вот Поэтому я благодарна всем почти там Ну, возможно, когда видео это выйдет, там уже будет там полмиллиона, да Но я благодарна каждому просто человеку И это на самом деле невероятно, что просто каждый человек вот за что-то на себя подписался И вот просто ты об этом думаешь, думаешь, офигеть, просто вот Кому-то интересно, вот кому-то этот бред весь интересен Вот, но спасибо всем, кто терпит этот бред Какие у тебя планы вот на следующие лет пять, скажем? Блин, вот знаешь, планов очень много И они очень грандиозные, но вот на самом деле там я у Артура смотрела тоже интервью Я просто не хочу говорить, потому что когда ты говоришь, это не сбывается Я в это же тоже верю, что вот ты скажешь, и все, я не знаю, как это все работает Может, ты сам гладишь все свои планы, но вот как-то же это работает Вот если ты это скажешь, то все, до свидания можешь сказать Не сбудется Поэтому, да, я хочу это все сдержать в секрете Но через пять лет, конечно, я всем расскажу Да, это получилось вот так Хорошо, ну а что для тебя важно тогда, скажем так То есть страницу свою ты особо просто не используешь, да, по сути? Ну да Тебе приятно просто, что вот есть подписчики Да, я знаю, там если кто-то спрашивает тебя Че ты врешься, что ты работаешь, все дела, зачем бы тебе тогда нужен был Инстаграм Но, вот, слушай, вот я тебе расскажу очень интересную такую вещь, что вот я работаю вот на самой обычной работе, где вот нужно сидеть И просто я, у меня там склад рядом, я вообще занимаюсь продовольственным бизнесом Ну я так понимаю, что из-за родителей ты этим занимаешься, потому что это ваш бизнес, не семейный Нет, мои родители работают в таможне, вот И они, когда я только сюда прилетела с учебы, они начали развивать именно продовольственные бизнесы И все, это все пришло мне, они говорят, все, удачи, вот так И все, тогда мне пришлось прям резко повзрослеть Но если бы я этим не занималась, я не знаю, чем бы я занималась Вот, но, в общем, для чего мне нужен Инстаграм Это вот прям такая идеальная золотая середина Вот, когда тебе очень скучно заниматься обычными делами Я понимаю людей, которые все время сидят в офисах И вот, ну на самом деле, вот одно и то же, одно и то же, одно и то же А Инстаграм вот добавляет прям такую яркость в твою жизнь Вот это вот просто какое-то приложение, но вот на самом деле Столько всего хорошего оно мне дает Те же хейтеры, вот какие-то новые эмоции Развлечения, да? Да, вот какое-то развлечение, вот на самом деле, что, блин, на тебе не пофигу, знаешь С кем ты ближе всего общаешься из видеоблогеров? С Одиной, конечно А кроме Одины? Ой, ну слушай, ни с кем Нет, я очень... У меня есть люди, с которыми там я хорошо общаюсь, да, там их можно перечислить Но там, наверное, уровень близости у всех будет одинаковый Вот, скажем, если один там это 100%, то там остальные блогеры, ну скажем, сколько там, ну 25, да? Вот, а еще такого человека поблизости у меня нету Кроме там мамы Исланы, ой, мамы и моей сестренки, вот ее зовут Ислана просто Вот, и все Мне пишут, типа, ты же стервозина там и так далее, вот А когда я начала прям общаться в Инстаграме, все были в шоке, что я общительная Вот, но общительная я могу вот только вот с телефоном вот так вот, я интроверт на самом деле Да? Да Поэтому я на мероприятиях могу вот просто вот так вот ходить Но это не потому, что я надменная, а просто потому, что я не знаю, что сказать вообще и так далее Но всем кажется, да, что ты такая холодная Да Очень Ну, возможно, я и холодная, кто знает, да Я теплая там с людьми, которых я знаю, но могу быть очень холодной к остальным То есть я не отрицаю, я не говорю, что типа, я такая хорошая, все дела Нет, я трезво смотрю на свою личность, я знаю, что тараканов у меня вообще тьмище в голове Вот, и я знаю, что да, на самом деле я холодная личность Меня, меня очень сложно растрогать, очень сложно растрогать Меня сложно вообще до слез довести Я не знаю, я могу сидеть в кинотеатре, там весь кинотеатр будет в слезах просто тонуть Но я тоже захочу заплакать, но я не буду плакать А когда ты последний раз плакала? Наверное, когда в отношениях было, наверное Ну, сложно меня так вот прям растрогать, чтобы все дела плакала То есть вы расстались, и ты прям ревела? Нет, мы когда встречались, я была совершенно другим человеком Я была вот прям, ну, я не знаю Я не хочу обидеть там Маш, там и так далее Просто есть такое вот там понятие, как говорят, типа там, Ваня или Маня Вот так вот, ну вот я была вот как раз таки Манечка Я вот прям плакала, я всегда вот там тебе скажут, типа, сиди Я скажу, хорошо, я буду сидеть Ну, короче, я была совершенно другим человеком Это сейчас там мне скажут, пусть я скажу, здрасте Что повлияло на тебя, чтобы ты так изменилась? На меня повлияло то, что наконец-то Я открыла глаза на то, что неправильно То, что, в принципе, все воспитание, которое мне давали Касательно мужчин, оно было в корне неправильным Вот, и вот так это все и повлияло Ну, смотри, ты говоришь, что ты была такой Манечкой, да? Да Такой милой девочкой И вдруг, ну, и сейчас ты абсолютно другая, да? Но вот за это время что, вот расставание повлияло? Либо общение, не знаю, с Одиной или еще, ну, я не знаю, еще с кем-то ты встретилась? Нет, ну, именно в этом, конечно, я на Одину повлияла В плане своего характера Она раньше прям вообще была добренькая девочка Это сейчас она там может сказать, типа, нет или что-то вроде этого Поэтому, кому она говорила, нет, сори Это все Динара Это все я, да Вот, но Блин, я не хочу просто сейчас сидеть и говорить о минусах казахстанского воспитания касательно девочек Но там, конечно, очень много вот прям пробелов Ну, давай об этом поговорим Ну, хорошо, давайте об этом поговорим Я к этому и тянула, когда ты скажешь, а давай поговорим А скажешь, да нет Так вот В чем минусы? Так вот, меня как растила мама, да Вот, мне всегда говорили, что мужчина, он в семье главный Там, ты должна там перед ним вот так вот прыгать Там, что он скажет, ты это делаешь и так далее Вот, и, соответственно, потом у меня появился парень Я перед ним там прыгала ужасно Я не знаю, там он кушает, я даже не сяду рядом Я буду там, он только доест, я там уберу сразу второе поставлю, там вытиру Там вкусненько-вкусненько, там поголовки нам поглажу, знаете Вот, блин, я тот Ты была келинкой Ужасная келинка была Я сейчас не знаю, была келинкой Вы просто, просто вдумайтесь, просто вдумайтесь И я сейчас это вспоминаю, думаю, господи, как хорошо, что вот В какой-то момент вот произошло такое, что Ну, там, я не вышла замуж, да, условно говоря, там и так далее То есть ко мне пришло осознание того, что Так вот, вернемся к этому всему Вот это вот поведение, оно было максимально неправильным Потому что вот я даже смотрела на других девчонок и думала, типа Она курит сигареты, она ходит в клуб, вот ее никогда не полюбят Вот я вот такой вот была Я думала, что типа, кто ходит в клубы, ты проститутки Вот так вот, я серьезно так и думала Вот, а потом я закончила универ, рассталась с парнем Пошла в клуб, сходила с Одиной, короче Вот как раз-таки вот с Одиной мы пошли в клуб Она меня научила этому всему ночной жизни Я подумала, вот, здрасте, я просто, я всей своей студенческой жизни сказала До свидания, просто вот сама, вот Ну так вот, и потом до меня уже дошло, что наоборот Когда ты личность, когда вот на самом деле, вот Как вот объяснить То есть когда у нас ищут жену, что там нужно? Чтобы ты была покладистая, чтобы ты умела хорошо готовить Расценивать тебя уже как мать своих детей, да? То есть ты там сможешь рожать, да, условно говоря Все, вот ты здоровый, ты можешь рожать Но это же, блин, не самые главные факты, да, при выборе женщины То есть это же не все функции, которые она должна выполнять Уметь готовить есть и рожать, есть и рожать, и убирать, да? Это не все Это же твоя поддержка, это твоя опора Это так, к которой ты будешь обращаться за советами всю свою жизнь, да? Вот И поэтому потом я осознал для себя, что я не хочу вот такой вот жизни Я не хочу, чтобы меня выбрали Вот, то есть вот ты, ты молодец, там, ты там, скажем, там у тебя есть внешние данные, да? Ты не тупая, хотя там это не самый важный факт, да? Вот Ты умеешь рожать? Все, пойдем Я не хочу такого, вот Я же вот действительно, я там сидела и такая Нет, я не гуляю, я не пью Вот, я действительно думала, что вот так нормально Нет, вот когда ты встречаешься с парнем Ты должен показать, что ты и есть личность Там, у меня есть там хобби такое-такое-такое-то, да? Я не буду там свое время там тратить, если я не хочу на это Я не знаю, если там я куру сигарету Да, я куру сигарету, я не знаю Тебе это нравится? Да, да, нет, нет, до свидания, да? Как-то вот так То есть Когда люди, да, находят друг друга Они должны влюбляться в личность друг друга В личность Не во внешность, не в какие-то другие факторы А вот действительно в личность влюбляться Вот К этому я веду Я не знаю, это было понятно, или это вода чистая была Вот Ну, хорошо, ну, в общем, ты против того, чтобы женщина Ломала себя ради мужчины? Конечно, я против, вообще нет Если есть какие-то, я не знаю, желания Там, я не знаю, хочешь играть на фортепиано Иди играть на фортепиано Не надо сидеть и учиться, я не знаю, как варить бешпармак Ну, у тебя же как межнациональная семья Да И по идее у тебя отец, он русский Это твой родной отец Это, да, мама всегда мне это говорила Но, слава богу, на меня давили в плане учебы очень сильно И никогда не давили в плане того, как я должна выглядеть Ну, то есть дома там мама постоянно готовит, как сказать, облажает отца Или как, как это происходит Мама у меня тоже работающий человек То есть вот, когда было там 90-е годы, период становления и так далее Она дома не сидела Она вышла на работу, там работала, чтобы, ну, вместе с папой Чтобы и образование у меня было должно И чтобы и жили мы, как она хотела Вот, и поэтому, как бы, у меня и был вот этот вот прототип На который я смотрела и росла, вроде бы, и женщина должна быть сильной и работать Но при этом и такая нежная, и хрупкая, и вот так вот Вот так вот Но потом я выросла и сказала I don't want that shit Значит, все-таки у тебя, как бы, мама тоже, она то работает, то она дома, условно, как келинка, да, старается Ну, да Или нет? Я могу сказать, что мама прям такая казахская келинка, там, которая, скажем, 5 дней в неделю Она работает, там, она выходная, она чисто, там, с платком и варит бешпармаки Нет, вообще нет Вот, но при этом нету европейской раскрепощенности, там, скажем, по отношению к отцу, да То есть нет такого, что ей что-то не нравится Она скажет, типа, нет, до свидания Она все равно, там, будет это принимать, молчать, все дела А сейчас есть новая тенденция, то, что девушкам как-то стали нравиться европейские мужчины? Ой, да господи, не тенденция уж эта Блин, это все легко объяснимо, все легко объяснимо, почему все это идет Парни, они сами виноваты наши Вот, они же на самом деле сами виноваты Вот, да и девчонки уж тоже виноваты в этом Потому что вот на самом деле, вот как мы посадили их на шею, да, там, скажем Вот так вот, вы самые лучшие, вам ничего не надо делать Вот, условно говоря, так же и есть, вот, они думают, что им ничего не надо делать Просто априори родится мужчина и все, там, ублажай меня, я готов, да Вот, и я не знаю, почему, в последнее время ты можешь просто открыть дверь, чтобы пройти И ты открываешь дверь, и парень проходит И ты такой, класс И ты ему вслед говоришь, типа, молодец, джентльмен А он даже не оборачивается Вот он даже не хочет с тобой, я не знаю, в какой-то спор вступить Он просто, вот, ты ему крикнешь чего вслед, он это схавает И вот ты думаешь, вот, мало того, что ты прошел, да, девушка тебе дверь открыла Вот, как у тебя вот достоинство не упало вот при этом Это же просто что, это же ужасно Тебе еще девушка вслед что-то говорит не самое приятное, а ты это еще и хаваешь И ты думаешь, ну, до свидания просто, вот Вот, ну и поэтому как-то хочется себя все равно девушкой чувствовать В любом случае хочется девушкой себя чувствовать Чтобы к тебе не относились так, как они относятся И поэтому сейчас просто очень много умных девчонок стало Вот, грубо говоря, да, давайте уже на чистую воду Очень много умных девчонок стало, которые четко знают, что они хотят, а что они не хотят, да И слава богу, многие поняли, что я не хочу такого отношения к себе Я достойна большего, вот Поэтому, а европейцы-то они это принимают Ну, то есть они не видят в тебе, там, уятную женщину, да, там Что ты чем-то занимаешься, помимо того, что ты должна быть Я не знаю, всю жизнь, 18 лет, детственница, я не знаю, кушать готовить всегда Уже готова надеть платок, ну, я не знаю уж Просто я далека от этого, вот А что там, с чего начиналось-то все? Я что-то далеко от них ушла в своей агрессии Был такой интересный вопрос Спрашивали, каким ты себе представляешь идеального мужчину Ну, может, не идеального, но вообще твоего Кого ты бы хотел? Вот, сейчас вот расскажу такую немножко бэкграунд, да, предысторию Если там может у кого-то сложиться впечатление, что я такая бунтарка, да Что, типа, нет мужчинам, одни женщины и все дела и так далее, да То нет, это не так Просто я именно недовольна большинством мужчин, которые, я не знаю, почему себя так ведут Вот, ну, абсолютно не по-мужски, я не знаю Это даже, вот они могут даже на дороге тебя обматерить И вот это нормально вообще, вот Для меня мужчина, я готова, я хочу подчиняться мужчине, да Все равно там, как восточная женщина, все равно это во мне играет хоть что-то, да Я хочу найти такого мужчину, которого буду уважать не просто за то, что там он мужчина таким родился, да Вот именно по гендерным соображениям, да А вот от того, что я буду чувствовать в нем этого мужчину Вот я буду уважать его, вот, и он мне скажет там, дорогая, сделай вот так вот И скажу, хорошо, я не буду с ним спорить, вот То есть я его буду уважать, и я буду это делать Вот, именно за его какие-то поступки, за его сдержанные слова Не просто там слова на ветер, а вот на самом деле сказал, сделал, да Вот, как бы это ни звучало клише, да Мужик сказал, мужик сделал Почему все, кто делал интервью, все говорят, типа, я с другой стороны видел себя по-другому Я вообще ничего не вижу с этой стороны Там, ман полный А мы в другой студии снимали А, да? Да, я сто раз уже задела На самом деле многие думают, что там я вечно с декольте и так далее Вообще, но убра, декольте вот такое, еле как закрывается скин На самом деле нет Это может, да, создаться там впечатление под инстаграмом, но Я очень редко там ношу декольте Ну, конечно, там без бузгалтера сейчас хожу Не ходишь, вот Ну, это удобно Окей Просто у меня нет такого, такой груди, которую вечно надо поддерживать Вот, поэтому Твоя операция, ты вот, это прям секрет такой, который Динара не раскрыла Ну, нет уж Я бы могла раскрыть этот секрет, если бы, скажем, условно, да Там я жила бы в Европе, там, в Америке, и люди бы к этому нормально отнеслись И они бы сказали, типа, да, молодец, там, ты сделала то, что хотела И тебе, там, помогло чувствовать себя лучше Нет, это будет, знаете, каждый будет говорить, типа, ну, она сделала себе вот это Вот так вот это будет Ну, я бы сказала, что у тебя очень такой интересный нос Ну, потому что он такой очень, да Ну, ты можешь зайти посмотреть на фотки моей мамы, у нее точно такой же нос А, да? Если там нам вот так вот глаза закрыть, вот эта вот часть, это просто копипаст Она просто зеленоглазая, а я кориклазая, спасибо, мама Спасибо Ну, я за то, чтобы менять себе то, что тебе не нравится, на самом деле Если ты можешь это изменить, если это, там, не вредит твоему здоровью, то мне кажется, это окей Ну, конечно уж, если что-то не нравится, блин, поменяй в себе это Девочки милые, мы всегда хотим быть красивыми и ухоженными Но это требует времени и денег А некоторые процедуры, например, как эпиляция, еще и очень болезнен Я поняла, что хочу решить этот вопрос для себя как минимум лет на 5-6 И, конечно, поделюсь с вами 18 специалистов с высшим образованием 4 филиала по всему городу Инновационное и безопасное оборудование Гарантия длительного эффекта до 6 лет Сейчас у вас есть уникальная возможность приобрести сертификат на первую пробную процедуру всего за 5 тысяч тенге В эту стоимость входит эпиляция любого количества зон по вашему требованию Начинайте грамотно заботиться о себе, о своем теле и переходите по ссылочке в описании Просто меня так раздражает, когда люди начинают куда-то лезть И думаешь, как тебе мешает это жить Как тебе мешает жить, если кто-то сделал себе условно нос Я не знаю, ты за это деньги не платил, ты не ухаживал за этим человеком Ты нос этот не оперировал, ты это сам не переживал Что тебе надо просто? Сиди и молчи Интересно, понимаешь, это же люди, им же всегда интересны слухи, сплетни и вот такие вещи Интересно это одно, а именно порицание это уже совсем другое Так что, когда начинают, типа, зачем ты сделала нос, ты стала вся такая искусственная Бесит Я представила, чтобы ты сейчас показала Ой, да Ну, держишь руки Нет, на самом деле, очень часто хочется просто сказать, да иди ты Или показать вот, да, то же самое Но при этом ты все равно понимаешь, что у тебя есть все равно эта ответственность перед людьми, которые тебя смотрят Да, если ты там условно скажешь, типа, пошел ты Кто-то подумает, типа, ну это нормально, значит, так делать И это пойдет, пойдет и поедет, поэтому нет, агрессия это ужасно Ну, кстати, вот твои сторис, да, или еще что-то, ты иногда думаешь, что лучше там, о чем лучше говорить Да, конечно, каждый раз думаю об этом Ты все равно Кто-то может не обдумывать там свои слова, свои темы, когда в Инстаграме разговаривают Вот почему-то мы с Одиной так не можем, все равно, знаешь, сидим вот так вот запишем Потом такие, типа, ну не стоит, не стоит Какие плюсы и минусы вот вашей дружбы? Вы уже замечаете? Ну, какие могут быть там минусы, да, в принципе Плюсов очень много Плюсов то, что я нашла человека, с которым я, блин, я не знаю, вот прям soulmate Это вот прям на самом деле человек, который просто родился в другой семье Но это вот прям часть моей души Вот мы можем вот во всем друг друга понимать Вот мы разные на внешности, вот абсолютно разные на внешности Но мы такие вот одинаковые Это вот не описать словами, насколько мы одинаковые Когда вы ссоритесь, кто первый мирится? Кто первый изменяется? Ну, во-первых, мы ссоримся очень редко Наверное, за два года дружбы У нас было всего два недопонимания То это были не ссоры, это были недопонимания То есть я не такой человек, который ругается или скандалит Вот это очень хорошее качество, которое у меня научила мама Никогда не разбираться, никогда не скандалить То есть если тебе что-то не понравилось в человеке Там, будь то друг, парень или родители, ну кто-то Человек, кто тебе не безразличен Ты просто должен подойти, сесть спокойно и обсудить эту проблему То есть чтобы это никуда дальше не уходило Ни в какие-то обиды не складывалось Ни в какой скандал потом не вылилось Нужно это все сразу обсудить И я этому одину приучила Вот как бы это ни было сложно Я приучила ее к этому Поэтому мы вообще практически не ругаемся То есть если что-то бывает, я просто скажу Один на так, то так она скажет Все хорошо или наоборот Вот поэтому повело то, что мы умные Хорошо, а как ты охарактеризуешь ее и себя Вот именно в дружбе, наверное, же бывает такое Что вот она, не знаю, добрая, а я, не знаю, еще что-то Ну, поначалу, когда мы с ней познакомились, все было по-другому Как вы познакомились с твоей стороны? Мы познакомились, мало кто знает, но я прям была дикая фанатка один И вот прям уф Вот я смотрела, как она играет, мне прям все нравилось Я думала, вот просто она гениальна Вот, а она, кажется, мой инстаграм смотрела Потом мы с ней познакомились Вот как бы это тоже не звучало киношно Мы с ней познакомились на передаче Вот, на Хабаре Передача была ужасная просто, кстати говоря Просто там такие идиотские вопросы были Нас вызвали как экспертов А в жюри сидели довольно-таки взрослые люди А обсуждали инстаграм И вот ты сидишь в прямом эфире Или нет, это был не прямой эфир Ну, в общем, ты сидишь на программе и тебе задают вопрос Типа, зачем тебе инстаграм? И вот как ответить на этот вопрос? Ну да Просто Ты, нет причины, почему не нужен У всех есть инстаграм Просто вот такие вопросы некоторые задают Ты думаешь, ладно, ну вот И поэтому мы с ней были обе в этом казусном моменте Когда мы просто сидели И вот ты действительно чувствуешь себя тупым Вот на тебя взрослые люди смотрят как на тупых просто А ты не можешь им объяснить Типа, ну это странные вопросы Особенно в данное время Вот на них не ответить Вот Вот так мы и познакомились с ней Но поначалу мы были совершенно разными Одина была очень резким человеком Вот прям резким и колючим человеком Который там не умел говорить Я тебя люблю И так далее Вот И я как-то постепенно, постепенно, постепенно Ее переучивала, переучивала И тогда я там ей каждый раз говорила Типа, один, я тебя люблю Он такая Я тебя тоже Вот так Я для нее это странно было вообще слышать Значит, ты теплая такая Ну просто кажется наоборот, наверное То, что у тебя такой холодный образ А у Дина теплый Вот, кажется наоборот, да Но при этом, я же говорю, я очень теплый человек Если это близкий мне человек И я могу быть прям супер холодным Если я не знаю человека А сейчас, я не знаю Сейчас мне кажется, мы слишком похожи даже вот Да, я думаю, мы очень похожи Но сейчас, я думаю, в силу того, что вот Прошел еще один год И вот этот один год я прям очень плотно работала Все равно личность меняется от этого Вот, и мне кажется, что я стала жестче А она все-таки человек такой помягче будет Поэтому мы создаем такой баланс Вот У вас был случай, когда писали про вашу поездку в Дубай И это был, в общем, такой жуткий скандал И один рассказал Ну, как бы, да Я в этот раз уж даже не обратила внимания на это Просто То есть для тебя уже Что-то там было Я такая Хорошо Ну, наверное, для один это в первый раз Когда там назвали эскортницей для тебя Это как бы нору Да, у меня это просто с самого начала же называют Так вот, как только статья появилась Там про какстанскую Барби Все, сразу же у меня был папик Вот сходу у меня был папик И там постили фотки, где я с парнем И там вот писали либо Типа, ой, да видно же, что она с ним встречается Только из-за денег Либо Он просто для прикрытия У нее есть папик Я думаю Make up your mind Вообще Вот Ну и сейчас Ну, в смысле Это, по-моему, до сих пор люди так же думают Для меня Моя репутация всегда была Это вот просто номер один Вот Никогда никто не должен был постигать на мою репутацию Вот на самом деле И я над этой репутацией там работала Сколько вот Как только меня начали Поносить Скажем говоря, да Скажем говоря, господи боже Что с моей речью сегодня Вот Я прям очень Бережно относилась к своей репутации Вот И вот Спустя Сколько там Три-два года Это дает плоды И все равно люди к тебе подходят Знакомятся Здороваются Очень Уважительно здороваются Или, скажем, ты можешь находиться в клубе И Был такой момент Когда рядом были прям Очень пьяные парни Вот прям в хлам пьяные парни И Они увидели меня И такие говорят Динара, здравствуйте Я говорю, здравствуйте Вот Поэтому было приятно Что не было никаких там Грязных словечек и так далее То есть Человек уже видит, что Человек не занимается ничем плохим Не дает поводов Там Не спит направо-налево Хотя-то я это и не Не порицаю Господи, это выбор каждого Фу, зря я это сказала Мне очень стыдно за За свои слова Потому что это звучало Вот как типа Это плохо Ты очень часто Постишь новые Там фотографии Полуобнаженные Ну такие Достаточно Откровенные, да? То есть Немножко Провоцируешь людей Продолжать так думать Да я даже не знаю Просто если кто-то Хочет так думать Пусть так и думает Я же говорю Там люди приближенные Даже если Здесь только пожать Они все равно знают Кто их есть А если они так думают То ну В принципе Зачем мне их переубеждать Я их в жизни Вряд ли встречу Даже если встречу Там они поменяют Свои мнения Не поменяют Ну и ладно Я уже как-то Просто довольно-таки Толерантно отношусь К мнению других Даже если кто-то думает Что там Я глупая Хорошо Думайте Что я глупая Я не хочу тратить Свою лишнюю энергию Чтобы переубедить Вас в этом Потому что Ну блин Цель моей жизни Совершенно другая Теперь Это раньше Да Вот я действительно Там я реально Защищала Там свою часть И говорила Типа нет Я не такая Вот А сейчас я думаю Ну ладно Хорошо Вот Хорошо Сколько времени Тебе понадобилось Чтобы вот Принять это И уже спокойно На самом деле Относиться Потому что Ну мне кажется Это тяжело Да Да Даже дело Не во времени Дело Не во времени Сколько тебе нужно У всех Это все по-разному Может 10 лет пройти Ты все равно Будешь относиться Очень чувствительно К таким темам Да К таким нападкам Дело В своей Уверенности В себе Раньше Я была Неуверенной В себе И я это могу Сказать На 100% Вот Вот мой Путь Исцеления Скажем Да От неуверенности В себя Начался Ровно год назад Прошлой осенью И я прям Ярко помню Этот момент Когда Мы полетели В Барселону С мальчиками Из Ха-ха-шоу И С Одиной И мы сидели В аэропорту Вот только прилетели Мы сидим На улице Я ужасно Убитая Просто Вот у меня Голова грязная Там где-то Дулька Вообще На лице Вот я просто Убитая Все с прилета Вот такая Вот сижу И Аксултан Вот как раз С Ха-ха-шоу Он говорит Типа Динара Ты такая Красивая Вот ты же Ты же лицо Нашей страны Вот ты же Наша Алена Шишкова Я просто До сих пор Это помню И я такая На него смотрю И такая Что И он такой Говорит Что Ты не знаешь Об этом Я такая Нет Вот И тогда С того момента Одина прям Плотно взялась Со мной Разговаривать О том Что Типа Динара Ты серьезно Что ли В себе Не уверена И я такая Да Вот И все Она начала Вот этот вот Тритмент Надо мной И все Сейчас я настолько Уверена в себе Что мне настолько Все равно Кто там Что скажет Вообще Кто там Что напишет Кто там Как посмотрит То есть Я уже знаю Мнение свое О себе И этого Для меня достаточно И как вы это Прорабатывали Какие практики Ой ну это долго было То есть Это Не так Что Итак Вам понадобится Три пункта Первый Это Та-та-та-та-та-та Нет Это вообще Не так То есть Это Это Долгая Кропотливая Годовая Работа Одина Просто Спасибо большое Как ты Как ты это Выставила Это же Вообще Невероятно Вот Так что Одина Подарила мне Вот на самом деле Уверена в себе То кем я являюсь Вот Нет Уверена в себе Я тренировала Наверное С детства Вот Но Блин Вот Много Есть что Сказать Скажем Там У нас С Одиной Там Мнения Разнятся По этому Поводу Да Там Если Скажем Она Говорит Что Сравнение Это Плохо То Для Меня Наоборот Сравнение Это Было Хорошо Почему В каком-то Плане Но Вот Но И Это Видишь Идет Не Всем Сейчас Я Объясню Что Я имею Ввиду Я С самого Начала Была Не Самым Уверенным Ребенком В себе Да Сильный И Никто Никогда Не Знал Что Я Не Уверенная В себе Потому Что Я Никогда Не Подавала Этому Виду То Есть У Меня Были Моменты Которые В себя Тренировала И Которые Мне Как-то Помогли Обрести Какую-то Уверенность В себе То Есть Если Я Шла Там Скажем По Школе Я Всегда Шла Только Посередине Коридора Только Посередине Потому Что Там Вдоль Стены Ходят Только Неуверенные Люди В пол Смотрят Только Неуверенные Люди Там Я Всегда Держала Подбородок Прямо Хоть Я Иду У меня Там Все Может Перетрястись Потому Что Все Там Смотрят Вы Что На Меня Смотрите Я Все Буду Идти Прямо По Коридору С Только Сверху Потому Что Если У Тебя Мелкий Почерк Значит Ты Неуверен В Себе По Психологии Все Я Все Делала Наоборот Если Психология Говорит Мелкий Почерк Это Светительство О том Что Ты Неуверен В Себе Ты Не хочешь Чтобы Тебя Замечали И так Далее Я Все Делала Наоборот И Это Помогало Я Боялась Публики Но Каждый раз Я Поднимала Руку Что Я Я Беру Этот Проект Я Буду Групп Лидером Я Я Я И Это Помогло На самом Деле Вот Так Вопрос От Подписчиков Какие Отношения С Димашем Ох Я Так Знала Что Кто Спросит Вопрос Но Я Не буду Отвечать На Этот Вопрос Вот Потому Что Чем Я Руководствуюсь Когда Отвечаю Так Вот В чем Моя Логика В том Что Димаш Он Довольно Таки Узнаваемый Человек Вот И Этот вопрос Касается Не только Меня Вот Поэтому Я Не хочу Говорить О нем Когда Его Нет Рядом Если Он Сидел Здесь И Вы Задали Этот Вопрос Мы Ответили Да Там Вот Но Все равно Я Не хочу Говорить Там Как Там Познакомились Там Как Мы Общаемся Как Видимся И так Дальше Все Хорошо Тебе он Нравится Ты Можешь За себя Ответить Вот Знаете Я Единственное Могу Сказать Что Вот Этот Человек Это Золото Казахстана На самом Деле Многие Думают Что Он Надменный И так Далее Боже Мой Он Настолько Интеллигентный Он Настолько Дентельмен Он Настолько Умный Человек Что Даже Если Он Был Надменным Я Всегда Могу Это Оправдать Умом То Я Всегда Могу Сказать Он Такой Умный Хорошо Ты Хотела С ним Встречаться Блин Это Такие Вопросы Что Юра Дуть Вообще Я Скажу Типа Нет И Он Подумает Типа Что Вообще Я Что Ужасный Как Парень Ты Только Что Могла Короче Это Ужасно Я Не Буду Отвечать На Этот Вопрос Когда Вы Друзья То Легко Сказать Что Вы Друзья Ну Да Мы Друзья Это Интересно Потому Что Когда Отказывается Отвечать И Когда Ты Можешь Ну На На самом Деле Просто Я Уважаю Его Личное Пространство Сколько Детей Хотела Бы В Будущем До Этого Я Всегда Хотела Трое Детей Трое Мальчиков Но Когда У меня Появился Братишка Я Поняла Что Трое Мальчиков Я Не Вывезу Это Потому Что Совершенно Другое У меня Была Сестренка Средняя И Там Все Протекало Совершенно По Другому Нежели Чем С Мальчиком Уже Картина Закончена Нет Вот Они Прям Очень Беспокойные Я Поняла Что Я Не Смогу А Потом Я Смотрела Видео О Родах Я Подумала Как Женщины Рожают Мне Кажется Что Меня Точно Обманывают Это Не Может Женщина Родить Человека Честно Как Бо Это Глупо Не Звучало Как Женщины Это Делать Господи Мама Спасибо Большое Что Ты Прошла Через Это Все И Меня Родила И Вот Это Капец Сложно Хочу Троих В лучшем Случае Но Блин Готова Ли Ты К Замужеству Деткам Сейчас Прям Да Нет Я Еще Не До Конца Самореализовалась Я Не Довольна Собой Как Личностью До Конца Чтобы Вступить В Отношения Какая Твоя Любимая Я говорила Что Это Поющий Втерновнике Вот Но Потом Спустя Там Множество Книг Я Поняла Что Теперь Мне Нравится Поющий Втерновнике Преступление Наказание И Камера Обскура Вот Это Прямо Мои Три Любимых Книг Вот Они Все Три Разные Книги Там Книга Про Любовь Там Книга Про То Что Мужикам Заверять Нельзя Они А Чем Чем Тебя Они Привлекают Чем Нравится Каждая Просто Коротко И Чемодан Мне Нравится От Довлатова Сергея Они Все Разные Да Просто Я Не могу Сказать Что Мне Нравится Какая Там Мораль Меня Часто Спрашивают Какая Книга Помогла Тебе Измениться Я Не Понимаю Как Честно Кого Книга Помогла Измениться То Я Прочитала Книгу И Мне Там Понравилась История Мне Понравилась Там Как Автор Описал Там И так Далее Его Умение Описывать Предметы Парфюмер Я Тоже Люблю Эту Книгу Вот Например Парфюмер Почему Мне Нравится Книга Сначала Я Посмотрела Фильм И Я Подумала Какой Мерзкий Фильм Мне Не Нравится Ужасно Потом Я Решила Перечитать Книгу И Я Какой Он Противный И Вообще Он Больной Человек Но Когда Ты Читаешь Книгу Ты Наоборот Ты Понимаешь Его Гений И Думаешь Он На самом Деле Гений Вот Поэтому Когда Я Читаю Книгу Я Не Обращаю Внимание На То Как Она Может На Меня Повлиять Я Я Не Знаю Почему Это Мой Самый Любимый Представь И Вот Я Не Знаю Почему Я С детства Всегда Себя С ней Сравнивал Я Не Знаю От чего Ну То Что Она Что Изучает Исследует Или Как Или Что Пробует Нет От Того Что Ей Все равно На Общественное Мнение Ей Все равно На То Что Она Может Отличаться От Других И Внешностью И Обожаю Этого Персонажа Где Не Знаю Насколько Это Глупо Может Звучать Да Что Мне Нравится Алиса В Стране Чудес Мне Очень Нравится На самом деле Это Интересно Это Как Сценарии У нас В голове Такие Подсознательные Поэтому И Поэтому Я Не Знаю Отчего Мне Это Часто Помогает Когда Я Думаю Что Во Имя Васиковские В роли Как раз Такие Алисы И Вот Он Сказал Что Безумцы Всех Умней Вот И Я Когда Это Вспоминаю Я думаю Все Хорошо Всем Есть Место В этом Мире Если Б Тебе Сказали Что Осталось Три Дня Жить Какие Планы Ты Осуществила В эти Три Дня Я Знаю Что Такие Вопросы Могут Выделить Людей Сразу Снять Маску Всю Жизнь Да Но Все Что Важно Понятно Все Равно Я Буду Проводить Это Время С Семьей Это Однозначно 50 Нет Наверное 70 Процентов 65 65 Я точно Проведу Семьей Это С мамой С папой С Исланой С Братишкой Остальное Время Я буду Делать Просто Все Что Запрещает Мораль Абсолютно Все Потому Что Господи Я Уру О чем Мне Жалеть Обидно Будет Если Потом Скажешь Типа Это Была Шутка Все Равно Людям Интересно Как Ты Себя Мотивируешь Есть Ли Такое Как Я Себя Мотивирую На самом Деле Я Сама Себя Мотивирую Прям Когда Ты Смотришь На Свои Успехи Или У тебя Появилась Какая То Идея В Голове Ну Вот Как Вот Фильме Начало Когда Он Сказал Что Идея Это Самое Заразное Что Может Придумать На этом Свете И На самом Деле Когда У тебя Возникает Идея В которую Ты Начинаешь Верить Это Самая Большая Мотивация Главное Верить В себя Вот Ну Я Не знаю Мне кажется Ты Сам Себя Можешь Мотивировать Намного Лучше Чем Кто То Ну Если Затрагивать Какие-то Внешние Мотиваторы То Это Люди Только Люди Вот Я Когда Встречаюсь С Очень Интересными Людьми У Которых Вот Прям На самом Деле Горят Глаза К этой Жизни И Вообще Ко Всем Планам То Ты Сам Мотивируешься На таком Адреналии Сейчас Хочется Что-то Родить Вот Просто Сделать Вот Согласна Абсолютно Получаешь Энергию Самый Безумный Поступок В твоей Жизни Ну Наверное Поехать За парнем Учиться За границу Я Так Уже Думаю Ты Так Сделала Да Я Когда Заканчивала Школу Я Должна Была Совершенно Вдругую Я Должна Была Ехать В Абердины Учиться Там На Нефтехимию Потому Что Я Закончила Химбио И Я Была Уверена Что Дальше Моя Жизнь Будет Зависеть От химии Либо От биологии Либо я Врачом Стану Хирургом Потому Что Я Очень Хотела Стать Хирургом Либо Я Пойду На Нефтегаз Нефтегаз Был Для меня Намного Ближе Потому Что Врачевание Это Конечно Все Хорошо Но Я Очень Боюсь Причинять Людям Боли Даже Укол Не Могу Поставить А В Рецепт Ты поехала Куда А В итоге Я Поехала В Китай Вот Я Закончила В Китае Но Британский Университет Вот Но Это Все Равно Большая Разница Большая Жертва Потому Что Абердин Все Таки Китай Но Для Меня Это Да Конечно Абердин И Это Совершенно Да Разные Вещи Но Как я и говорила Я ни о чем Не жалею Потому Что Я Не знаю Как Бы Сложилась Моя Жизнь Если бы Я поехала В Абердин И вообще Каким бы я человеком Была Какой личностью Была Какие мысли Были У меня Были Я Не знаю А вы Жили вместе С парень Когда-то Переехала В Китай Ну Как Мы Жили В общежитии Вот Ну Как Там Общежитие Такое Нормальное Где Ты Один Человек Живешь В комнате С удобствами В своей Комнате Какой Ты Себя Представляешь 50 лет 50 лет Я В голове Но имеется Ввиду Я Не захочу Там 50 лет Носить Короткие Шорты В сеточку Колготки И так далее На самом деле Это у меня Такой Большой страх Я знаю Что Чего боишься На то И наткнешься Но Просто Я Очень хочу Быть Адекватной Бабушкой Вот Прям Я хочу Быть Бабушкой У которой Будет Головно Нет На самом деле Я хочу Конечно же Быть Устоявшейся Личностью Чтобы У меня Там Уже Были Внуки Я Уже Сидела Спокойно Понимала Что Моя Жизнь Удалась Вот Дед Будет Мой Нормальный Рядом Сидеть Будем С ним Смотреть Телевизор В общем Вот Ну Мы Закончили Это Портрет Твоей Души То Как Я Тебя Увидела Какой Вставай Вставай Давай О Мне Нравится Очень Нравится Ну Я Рада Прям Классно Ну Такой Низкий Лоп Это Разве Я Да В смысле Низкий Такой Твой Мне Прям Нравится Ну Ты знаешь Ты мне Сказала Что Типа Я Увидела Тебя Такой Разговор Да И Серьезная Нет Но Это Не Бич Вейс На самом Для Меня Это Такой Это Какая То Стержень Твой Основа Потому Что Ты Все Ровно Выглядишь Такой Барби Типа Казахстанская Барби Девочка Которая Просто Красивая Ну Условно Не Очень Умная Скажем Так Я Увидела В тебе Что Больше То Что Какую То Не Знаю То Что Ты Сильная На самом Деле Натура Знаешь Когда Смотрю На Этот Портрет Я Действительно Вижу Как будто Сильного Человека Не Просто Вот Типа Просто Да Спасибо Большое За Интервью Спасибо Вам Смотрите Ребят Подписывайтесь На Канал Обязательно Ждите Интервью Со Следующим Героем Нет И тут Сейчас Можно Спокойно Такие Выдохнули Да Ну Что За Картина Мне Очень Круто Но В жизни Это Выглядит Лучше Чем На Камере Кстати Говорю Потому Что На Камере Я Ну Блин Вот Так Это Сегодня Видела Но Мне Нравится Очень Ну Прям Скажи Такая Женщина Сильная Уверенная В себе Кстати Говоря Да Вот Это Качество Которое Прям Ценное Да Но Это Видишь Я же Говорю Я Сама Себе Втренировала Его Вот Прям Ужасно Это Бла Тяжка Ладно Спасибо Тебе Большое Спасибо Ребят Подписывайтесь На Канал И Если Вам Понравилось Видео Жмите Палец Вверх Если Не Понравилось Жмите Палец Вниз Дважды И Подписывайтесь На мой Инстаграм Пишите В комментариях Кого Хотите Видеть Следующим Гостем Я Обязательно Прочитаю Двадцю Двадцать 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 Субтитры создавал DimaTorzok